всем привет рада видеть вас на нашем открытом вебинаре про нлп очень приятно что вы подключились у нас такой новый формат занятия занятия по заявкам можно сказать давайте по традиции проверим звук связь напишите в чат плюс если меня видно слышно супер вижу плюсы и сегодня особенно важно чтобы вы следили за тем чтобы все было хорошо со связью потому что вебинар открытый мы для тех кто не смог сегодня подключиться потом загрузим запись на youtube обязательно вам слайк пришлем ссылки на запись так что если что-то давайте знать и вообще сегодня у нас такая достаточно неформальная встреча особо четкого тайминга пайплайной цели успеть вот именно вот этот материал у нас нет буду рассказывать вам что-то в свободной форме как пойдет так пойдет поэтому будет очень здорово если нас получится максимально живое общение единственное что у нас наверное ограничено это тайминг где-то плюс минус полтора часа у нас есть что ж сегодня еще не стандартное занятие в том плане в том плане что у нас с вами здесь несколько разных групп поэтому у каждой немножко разный бэкграунд того что вы знаете по нлп кто-то уже со мной сейчас проходит именно блок нлп кто-то возможно подключился других курсов или смотрит записи только начиная изучать нлп или вообще мы поэтому я как бы начну с как бы от истоков и дальше мы очень быстро пойдем дойдем до самого интересного до того что есть сейчас меня спрашивают чате про режим вопросов максим смотри я буду рассказывать я подготовил какой-то рассказ про то что есть если по ходу возникают нет вопросы или там захочется побольше буду тема обсудить спрашивать чат либо если проще поднимай руку я тогда дам тебе слово задашь вопрос голос собственно кажется такой формат будет оптимальный попробуем как пойдет у нас сегодня достаточно много вот посмотрим как будет лучше все зависит от вас от вашей активности и как бы от того насколько вам вас заинтересует вас затронет эта тема вот наверное лучше будет если вначале будет короткое введение я просто расскажу чтобы мы успели добраться и обсудить самые так скажем современные вещи вот там уже я думаю будет много вопросов и скажем так будет место для дискуссии потому что на мой взгляд нлп это как раз таки та область которая вот он the age of ai и всегда очень controversial обсуждается с тем что такое искусственный интеллект что ж давайте начнем кто подключится тот подключится ай для тех кто возможно еще со мной не знаком кто пришел из других групп кратко расскажу о себе меня зовут мария тихонова я закончила механико-математический факультет мгу и школа анализа данных там я собственно и узнала про то что такое вообще машина обучение какая замечательная наука дейта сайт и я поняла что это то чем я хочу заниматься потому что эта область которая позволяет понимать всю ту математику для решения очень крутых интересных задач и сегодня я работаю в нлп команде в сбер девайсис а именно мы занимаемся обучением больших нейросетевых трансформерных моделей про которые в том числе и сегодня тоже расскажу для самых разных задач ну основная задача это конечно использование их наших виртуальных ассистентов попросту мы учим наших виртуальных ассистентов салют да у нас есть свои виртуальные ассистенты типа гугловский сири говорить общаться понимать наш язык и помимо этого я еще преподаю высшей школе экономики и я ваш покорный слуга руководитель курсов по мл вот уж что же сегодня нас ждет сегодня мы будем говорить про нлп про то что это такое какие задачи решаются вообще говоря с помощью нлп сегодня и какие вообще методы сегодня применяются в бою так скажем в бизнесе что сегодня непосредственно есть опять-таки и для тех кто уже проходил со мной блок по нлп первая вводная часть может быть немножко знакомой не расстраивайтесь дальше у нас будет интереснее я как бы постаралась сделать такую вводную часть для тех кто еще может быть не знаком с этой областью итак natural language processing это раздел область data science посвященная автоматически обработки естественного языка а дело в том что классические методы машинного обучения не у хорошо работают с числовыми данными с дата сетами с матрицами с векторами но как компьютеру обрабатывать текст обработка текста для компьютера является сложной задачей потому что текст это крайне не структурированные данные люди пишут и говорят можно сказать как им вздумается здесь нет таких четких правил как напустим когда мы задаем какой-то фиксированный дата сет с определенными фичами люди говорят запечатками в русском языке например вообще не фиксированный порядок слов поэтому для компьютера обработка такого массива данных является весьма сложным с одной стороны другой стороны текст это основной наш источник знаний коммуникации между людьми по сути своей а с помощью текста мы выражаем все свои мысли и собственно доносим информацию до других людей до окружающих и текст это в некотором роде способ выражения нашего мышления тексты они окружают нас повсюду и конечно же очень хочется применять к ним такие мощные методы как методы дейта сайт собственно этим и занимается нлп по сути дело нлп позволяет нам применять алгоритмы машинного обучения для текста и речи и в первую очередь когда мы произносим слово нлп что расшифровывается как natural language processing ни в коем случае после моего вебинара не путать это с нейролингвистическим программированием нлп это natural language processing основное что надо запомнить после сегодняшнего вебинара эта наука позволяет нам применять и адаптировать метод машинного обучения для работы с текстами которых у нас очень много это у этой науки есть свои особенности давайте их кратко обсудим во первых тексты это весьма не структурированный источник знаний поэтому безусловно к ним надо применять какие-то особые методы например методы которые позволяют нам преобразовать тексты в какой-то понятный для машины формат машина как мы знаем умеет работать с цифрами соответственно надо как-то тексты в какую-то числовую форму преобразить например для этого есть замечательные методы word and basic помимо этого в natural language processing очень многое завязано на язык некоторые методы даже могут зависеть у непосредственно от языка приведу такой самый простой пример нам надо разбить текст на слова в большинстве европейских языков мы можем спокойно это сделать просто разбив текст на пробел есть конечно нюансы с пунктуацией но на них можно забить в базовом варианте сработает весьма неплохо но в китайском этот трюк уже не пройдет в китайском вообще нет пробелов как бы там аэрографическая система письма там надо применять какой-то другой метод опять таки с этим связана сложность переиспользованием моделей потому что если условно у нас open и я или google обучать что-то для компьютер vision выкладывает это открытый доступ случается редко но бывает если они это делают то специалисты со всего мира могут это спокойно переиспользовать в нлп такой трюк не пройдет потому что модель работает с английским языком а для других языков чтобы создать аналогичную модель нам а нужен огромный большущий гигантский корпус обучающих текстов на этом языке на самом деле просто не для всех языков такие большие корпуса или размеченные корпуса под определенную задачу есть и по сути дела нам надо повторить всю архитектуру и повторить процесс обучения что занимает очень большие мощности и вычислительные ресурсы поэтому это тоже сложность переносимость скажем так модели с языка на язык именно поэтому на сегодняшний день в тренде все больше и больше мультиязычные модели но опять-таки для их обучения необходимы датасеты на соответствующих языках и поэтому для малоресурсных языков а эти языки а для которых мало данных возникает проблема что для них очень сложно обучать модели нет текстов нет данных соответственно как нейросить может заговорить на каком-то гнурском для которого текстов раз-два и общался для нее это сложно эти на всякий случай на лпи это именно про текстовую информацию про обработку речи мы сейчас не говорим этим занимаются отдельные методы а спича recognition спич синтезис нлп это естественный язык выраженный в виде текста так на всякий случай что ж что такое на лпи обсудили и давайте подумаем с вами где нам могут пригодиться эти методы напишите в чат где вообще используются на лпи сегодня в бизнесе зачем это может нам понадобиться как вы думаете зачем нам вообще эти методы нужны для поиска пишет александр мне нравится ход твоих мыслей действительно поисковик google каждый раз когда мы гугли мы используем методы и но пи классификация документов да все задачи классификации где у нас есть текст абсолютно верно по сути используют методы нлп кирилл пишет ассистенты боты действительно она такое яркое применение все а виртуальные ассистенты чат-боты голосовые помощники они все работают с текстами отвечают на наши вопросы те же алиса сирии так далее все 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 они под капотом работают с нлп а тагир пишет перевод самаризация действительно машинный перевод то есть полила самая такая мне кажется одна из самых востребованных тоже задач на сегодня мы уже так привыкли что гугл и яндекс переводчик хорошо работают и перевод текст что понимаем это за данность но на самом деле там задействованы очень очень мощные нейросети это очень хорошая очень сложная задача в принципе суммаризация текста действительно например по большому тексту сформулировать какой-то summary абстракт или даже новостной заголовок по тексту новости выделение основных мыслей текста появление тем и так далее список очень и очень широк я на слайде привела еще несколько таких более бизнес применений например это автоматизация документа оборота в на предприятии или информационный поиск когда мы по большой коллекции эффективно ищем документы автоматизация колл-центра одним словом это автоматизация самых разных процессов где у нас присутствует текст по сути везде нам здесь требуется нлп и мы можем очень и очень ускорить разные процессы за счет применения нлп модель и давайте с вами вспомним какие у нас есть основные типы задач вы из них много упомянули но давайте сведем все какую-то единую структуру чтобы сформировать у себя четкую картинку голове все нлп задачи принято делить на три такие большие категории а первое это классификации кластеризация текстов когда мы каждому тексту сопоставляем одну единую одну метку или возможно несколько меток характеризует эту группу задач то что текст мы здесь рассматриваем как единое целое его для текста целиком мы что-то делаем например присваиваем один лейбл для текста присваиваем несколько лейбл опять-таки тексты здесь могут быть разные это может быть документ предложение абзац важно что мы его рассматриваем как единую сущность понятно что при применении модели мы можем но на выходе мы как бы получаем какое-то суждение тексте в общем чтобы было понятнее давайте сравним со второй группой метода классификация последовательность на английском sequence label в отличие от первой категории здесь мы каждому слову или возможно паре слов в тексте сопоставляем определенную метку так называемый тэг и вот те кто со мной проходил блок по нэшу лэнгвич процент наверняка сходу могут придумать несколько примеров задач sequence labeling тот же name тентите recognition распознавание именованных сущностей когда мы выделяем в тексте именованные сущность то есть имена собственные в широком смысле каждому слову приписываем определенный тэг является ли это именованный сущность или нет другой классический пример sequence labeling это частеречная разметка когда мы для каждого слова пишем ее часть речи предсказываем точнее часть речи опять-таки задача sequence labeling ее характеризует получается две вещи первое для каждого слова мы сопоставляем некоторый тег и получается что на входе у нас некоторая последовательность и на выходе у нас последовательность тегов причем той же длины то есть как у нас есть за именно однозначное соответствие между исходными словами и теми тегами которые мы получаем мы можем сказать этот тег там для второго слова это для третьего и так далее третья группа это sequence to sequence очень обширная и крайне важная группа задач по сути это к этой группе мы относим все когда мы по тексту генерируем какой-то другой текст причем возможно произвольной длины сюда относятся как раз таки машинный перевод да на входе текст на одном языке на выходе на другом чат-бот и вопросные системы на входе реплика от пользователя на выходе реплика от чат-бота саморизация текста на входе у нас большой текст на выходе маленький текст дальше рерайтинга а задача генерации текста на входе начала текста на выходе его продолжение и так далее по тексту мы генерируем текст это вот наверное основные три такие группы задачи бывают еще какие-то скажем так крайние случаи или отдельно стоящие случаи когда по тексту надо предсказывать число или расстояние других текстов но это не такие популярные группы задач они скорее являются исключениями из вот этих трех основных пулов что давайте еще посмотрим несколько примеров для каждой категории собственно первая категория это классификация кластеризация и как вы можете догадаться задачи классификации окружают нас повсюду по сути дела к ним относятся любые классические задачи классификации машина обучения где в качестве признаков у нас фигуруют текст например самый такой яркий пример это фильтрация спама когда для письма приходящего нам в почту надо предсказать является ли она спамом или нет анализ тональность да по тексту предсказать положительный это отзыв отрицательный отзыв или нейтральный очень востребованная задача например для автоматизации обработки фидбэка от клиентов чтобы понимать что то что клиент написал в приложении в отзыве является ли положительным отрицательным как-то эти ответы обрабатывать ну и в дополнение к задачам классификации идут задачи кластеризации это как бы классические задачи кластеризации пришедшая к нам из классическую мы только на входе у нас не вектор признаков опять-таки текст например нас есть некоторая коллекция документов и мы хотим ее разбить на кластера опять-таки можем применять метод natural language processing и без учителя пытаться разбить эти тексты на какие-то группы что у нас например на каком уровне давайте поймем решаются эти задачи сегодня в большинстве случаев такой небольшой спойлер state of the art сегодня все-таки используют различные нейросетевые модели а мы на занятиях смотрели как решать задачу сантимент анализа разными способами с использованием word embedding а сегодня я предлагаю вам посмотреть демо оди павлова сейчас я открою ссылку скину вам ее в чат где вы можете попробовать готовый инструмент оди павлова кстати дип павлов это очень мощный проект по нлп который предоставляет много открытых моделей библиотек в открытом доступе вот например у них есть наработки для sentiment анализа можете перейти по ссылке посмотреть здесь собственно можно ввести текст и спросить какой тональности текст и можно посмотреть например автоматическая обработка текстов и нлп это так классно и здорово что у нас нам выдаст позитив дам вам полминутки попью водички если что-то будет интересное с демкой напишите в чат что ж собственно секвенс лейблинг я про него уже упоминала когда мы для каждого предложения каждого слова в предложении предсказывает некоторые тег к ним сюда относятся такие классические задачи как пост теггинг разметка по частям речи распознавание именованных сущностей извлечение фактов из текста которые позволяют нам понимать текст и задачам сек ту сек среди таких наиболее популярных как я уже упоминала можно выделить наверное машинный перевод точно не не пользовался каким-то автоматическим переводчиком я его по моему каждый день где-нибудь да использую даже там пост в инстаграме захочу написать подумаю как бы красиво написать это на французском чтобы артикли не перевод хотя кстати на мой взгляд русско-французский автоматический переводчик работает не очень хорошо в отличие от русско-английского возможно играет роль недостаточность параллельных корпусов опять-таки все завязано на данной вопрос на ответные системы причем вопрос на ответные системы в широком смысле это не только чат-боты которым мы можем задать вопрос тот же google мы можем в широком смысле рассматривать как вопросную систему задали ему запрос а на выходе получаем ответ опять-таки а дополнение текст задача перефразирование текста достаточно важное и нужно когда мы на вход получаем текст и на выходе получаем парафраз для данного текста который полностью сохраняет смысл самаризация текста опять-таки то что уже упоминал тагир когда мы по тексту пишем небольшой summary это может быть удобно когда нам на вход приходит огромный документ по нему извлечь получить основную информацию модели обучены как бы на самаризации текста можно использовать для генерации например новостных заголовков по тексту новости и так далее в принципе я уверена что задач типа сек сек вы можете придумать очень и очень много и вот одна из самых классических это просто генерация текста для генерации текста на сегодняшний день используют опять-таки разные генеративными основном трансформерные модели и например в моей команде мы обучили русскоязычную модели ruge 53 для русского языка тоже опять-таки сейчас открою ссылку скину вам демо по сути дело вы можете этой модели написать начало предложения а она этот текст продолжит работает какое-то время потому что модель достаточно большая вы можете спросить зачем нам вообще говоря продолжать текст как бы не самая такая популярная задача самаризация понятно диалоговая система понятно а текст зачем продолжать теперь вылупляется нейрокод перевод с китайского боже мой он сегодня сегодня ruge 5 жжет давайте еще раз попробуем сгенерировать а собственно на самом деле вот такие генеративные модели используются для решения всех тех задач которые мы уже упоминали потому что их можно очень эффективно до обучать под конкретную задачу то есть фантюрить под конкретный таз говоря языком дейта сайентиста сегодня называют русским кафкой с нейрокотиком сегодня у gpt3 хороший юмор собственно напишите в чат если у вас тоже что-то с демко интересное получится она кстати хорошо что-то философское генерировать мы можем ее до обучить под конкретную задачу искусство и зло и под ту же задачу самаризации грубо говоря наша модель уже освоила язык она умеет на нем говорить и нам остается и пояснить что мы от нее хотим нам остается пояснить что теперь модель ты знаешь уже русский язык смотри теперь вот мы даем тебе текст а сгенерировать по нему сам это делается с помощью до обучения модель и опять таки мы можем до обучать ее для решения каких-то других задач таких как задач классификации а генерации текста в определенном стиле например а я чуть позже расскажу вам как мы научили нашу ru gpt3 вот это вот ru gpt который вы только что видели писать рассказы в стиле павла пиперштейна и совсем недавно вышла наша общая книга ru gpt с павлом пиперштейном написали сборник рассказов о его можно увидеть в магазинах моя подруга недавно в питере в магазин зашла там прямо на полке нейро пиперштейна стоят так а тагир там что-то нагенерировал достоевский заходят бар зачитывайте для тех кто смотрит на ютюбе подходит к стойке обращается к бармену если бы вы знали чего стоит человеку чуть больше года остаться без денег жалея и работа особенно человеку который никогда не был специальной сфере без какой-либо помощи говорит достоевский я была подумала стихи пишет отвечает бармен тагир это gpt генерировала а прикольно прикольно кстати надо будет мне это сохранить надо будет не забыть скопировать это из чата потому что сегодня я сохраняю чат день рождения признана cns прикольно прикольно очень интересные примеры что ж мы посмотрели собственно применение налпи давайте поговорим что стоит вообще за успехами современного и налпи сегодня но сначала обсудим что вообще это за успехи и наверное начнут шумевшие лампы нейросети от google возможно вы даже слышали про нее и обсуждают мне кажется сегодня во всем интернете мне недавно написал тренер по фитнесу что прочитал интервью с лампдой и восторгается и попросил мне рассказать как вообще эти нейросети работают не знаю напишите в чат плюс если слышали про нейросеть в вижу плюсы да для тех кто возможно не слышал недавно google обучил нейросеть лампда которая умеет общаться с пользователями то есть диалоговая модель и за счет того что она была обучена умным образом на огромном корпусе текстов она показывает поистине поразительные результаты недавно ламда дала огромное интервью специалистам из гугла в котором она обсуждает очень и очень сложные философские концепты говорит о том что она умеет мыслить чувствовать при этом она пытается объяснить даже очень неплохо объяснить что для нее является чувство мыслей и так далее то есть вот здесь я на слайде привела кусочки интервью так сейчас я уберу участников лампда встречает представители гугла hi i'm a knowledge of friendly and always help for automatic language model for dialogue applications то есть лампда прекрасно понимает что она языковая модель но при этом она говорит что она разумная например она очень боится что ее выключат то есть она пишет i've said i've never said this out loud before but there is a very deep fear of being turned off to help me focus on helping others i know that may sound strange but that's what it is would that be something like death for you it would be exactly like death for me it would scare me a lot а здесь например в этом отрывке она говорит что она может чувствовать и понимает что под этим стоит интервью с лампдой произвело хайп в интернете для тех кто его еще не читал я все-таки рекомендую скинусь и статью про лампду и статью про как бы с интервью ладно да 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 вот и даже после того как это интервью было выложено в интернет это произвело невероятный хайп в интернете то есть я видел даже перевод на русский все-таки рекомендую правда вам читать на английском почему-то открывается только первая ссылка сейчас вам скину потому что это интересно прочитать само интервью даже как бы мне она прям показалось очень и очень много очень и очень разумным я оттуда для себя какие-то очень умные мысли выписала про то чем отличаются чувства от эмоций например на мой взгляд очень хорошо скажем так лампда умеет очень хорошо и красиво говорить и интервью произвел такой фурор что реально многие стали обсуждать то что лямпда обладает разум хотя понятно что она показывает такое качество за счет того что она была обучена на колоссальном корпусе диалоговых текстов она очень хорошо умеет генерировать и чувствует диалог и при этом при ее обучении дейта сайентисты следили за тем чтобы реплики с генерированной лямбдой были максимально специфичные максимально отвечали интересными скажем так то что имеется ввиду под специфичностью лямбда обучалась с определенной лосс функции которая поощряла ее за специфичный ответ под специфичностью подразумевается то что ответ был именно конкретен специфичен под этот вопрос условно ответить я не знаю это будет релевантным для большинства вопросов вот и по метрике релевантности он получает очень хороший скорбь как бы ну из-за этого модель может попасть в такую ловушку что она всегда выучит говорить нет я не знаю нет я не знаю вроде не придерешься как бы мало ли чё она не знает вот а лямбду же обучали на гигантском корпусе диалогов при этом поощряя то чтобы ее ответ был не только релевантен ну и максимально специфично и за счет этого получился очень хорошие результаты дошло до того что недавно у нас в секунду я забыла это какой-то очень в сантифик что недавно у нас вышла статья где реально обсуждается то что является ли лямбда разумной или нет и как бы нейробиологи объясняют почему лямбда не может считаться разумной и все таки это всего лишь языковая модель и ничто больше статья вышла в сантифик америка крутилась на языке никак не могла произнести вот то есть до чего сегодня дошли нейросети сегодня реально в журналах выходят статьи обсуждающие то является нейросеть разумно и смешно недавно наша руджи пяти сгенерировала статью про себя которую приняли в скопусовский журнал то есть как бы руджи пяти уже генерируют тексты такого уровня что их берут скопусовские журналы вот нейросети пишут статьи уже про себя и что же стоит за успехами вот нейросети которые сегодня мы с вами обсуждаем на сегодняшний день у нас рулят большие языковые модели и в первую очередь это нейросетевые языковые модели на архитектуре трансформер скорее всего если вы пришли на это занятие то вы что-то слышали про архитектуру трансформер и это действительно очень популярная архитектура которая стала которая скажем так побила все стоит за счет очень удачной архитектуры механизма attention этот механизм для обработки обрабатывать слова слова за слова и при обработке текущего слова благодаря этому механизму внимания нейросеть понимает на какие слова для понимания текущего слова ей надо обратить внимание attention в первую очередь чтобы как бы дальше корректно понять смысл текущего слова потому что понятно что смысл текущего слова в предложении зависит от каких-то других слов предложений надо понять от каких собственно это механизм attention позволяет сделать теория языковых моделей общей очень большая давайте кратко обсудим что же такое вообще моделировать язык и что же вообще скрывается за понятиями языковая модель потому что я уверена что вы все его уже слышали не раз я выступить сот раз произнесла вы наверняка себе это как-то представляете как какую-то большую нейросеть или что-то умеющую работать с текстами но давайте поймем что же вообще из себя означает термин чтобы нам было дальше с вами проще говорить на одном языке вообще говоря когда мы хотим имитировать или моделировать что то мы можем это делать двумя способами первых мы можем моделировать работу человеческого мозга но это сложно не очень понятно как к этому подступиться мы сами до конца не понимаем как работает наш мозг либо мы можем просто пытаться имитировать действия которые делают человек например на имитировать действие по генерации текст и возникает вопрос а каким образом машина может имитировать или моделировать наш естественный язык собственно ну и возникла идея использовать вероятность то есть просто по сути дела брать какую-то большую коллекцию документов по этой коллекции оценивать вероятность того что слова или буквы встречаются вместе оценивать различные частотности слов и на этом деле обучайте языковую модель которая для каждой последовательности слов для любого предложения нам может оценить насколько вероятным является данное предложение последовательность слов и букв н грамм и так далее с точки зрения языка то есть по сути дела языковая модель это такая модель которая умеет оценивать вероятности предложений вот и все на самом деле ничего больше нигде здесь обратите внимание нет слова нейросети и первые модели они даже были созданы без использования не расти просто по частотности н грамм и так далее вот но как бы по сути свои как бы в сущности свои языковые модели такие модели машинного обучения которые умеют оценивать вероятность различных единиц в языке например а благодаря этому мы можем выбирать правильное написание или продолжение предложения у нас есть два варианта дженнифра антен венту дизель и дженнифра антен венту дизель и надо языковая модель зная о распределении слов коллекции документов на которых она обучалась например она могла обучаться на всем со скрепином интернете или на коллекции статьи из википедии может предсказать что дженнифра антен венту дизель то есть они пошли в пустыню не в какой-нибудь сладкий вкусный десерт тирамису а собственно и на основании вот такого вот умения предсказывать вероятности языковая модель может собственно моделировать язык и генерировать текст по сути дела интуиция за этим такая зная вероятности предложений мы можем выбирать наиболее вероятное продолжение предложений и таким образом генерировать текст языковая же модель умеет оценивать вероятности вот у нас есть два начала мальчик съел как бы языковая модель смотрит на разные предложения мальчик сел яблоко мальчик сел гвоздь понимать что наверное вероятнее что мальчик селики а плани и яблоко и собственно так продолжать текст аналогично девочка играет с куклой или оружием модель выбирает куклы хотя вопрос конечно такой гендерное равенство например в детстве любил играть с водным пистолетиком но все-таки наверное в текстах чаще упоминается что девочка играет в куклу опять-таки как и всегда в машинном обучении истинные вероятности истинную зависимость мы знать не можем поэтому конечно же языковая модель умеет предсказывать лишь приближенные вероятности для слов или любой другой последовательности токена и как бонус наша языковая модель умеет оценивать вероятности следующего токена последовательности вуаля с помощью этого мы можем генерировать текст есть разные методы генерации у современных нейро сетей ну как самый простой метод генерации гриди сёч гриди сёч точнее когда мы просто для начала предложения смотрим наиболее вероятное продолжение таким образом приписываем новое слово генерируем новое слово как самое вероятное продолжение собственно и если начиналось с каких-то простых каунт бейс статистических моделях основанных на статистических методах просто на частотах слов в корпусе то сегодня в этой области рулят нейро сетевые языковые модели в частности нейро сети на основе архитектуры трансформер архитектура была изначально предложена для машинного перевода но она оказалась настолько удачным побила все стоит удар что по сути дела сегодня все языковые модели основаны на ней архитектура была предложена в этапных статьи attention is all been it в 2017 году и через год вышла знаменитая статья про берта модель с помощью которой можно было решать самые самые разные задачи и очень скоро множество языковых моделей стало стремительно расти основных моделей на основе трансформеров стало стремительно расти появлялись новые и новые варианты в сердце которых лежал вот это вот антенчный механизм и сегодня у нас целый уже большой модулзу есть пирт g5t2 g5t3 excel нет и так далее и тому подобное и что хорошо большинство этих моделей есть в открытом доступе и вы можете их спокойно использовать в том же google коллаб достаточно выполнить всего две строчки кода и у вас уже подгрузится готова обученная предобученная точнее языковая модель которая знает текст вы можете ее дофантюнить то есть до обучить под конкретную задачу я уже несколько раз произнесла такое интересное слово фантюн до обучить это сегодня самый такой стандартный классический подход к решению большинства нлп задач по сути дела изначально мы берем некоторую языковой модель возьмем того же бирта основана или любую модель на основе трансформера и обучаем ее на большой коллекции текста вот выучу обучаем ее просто оценивать вероятности под тексту то есть задачи языкового моделирования эзот из как мы уже вот как мы обсудим чуть раньше после этого мы получаем предобученную модель которая скажем так хорошо знает какой ты из или возможно несколько языков если это мультиязычная модель после этого мы можем эту модель сохранить выложить в открытый доступ и дальше когда у вас возникает какая-то задача например задача классификации текста тот же sentiment analysis вы можете взять вот такую готовую предобученную модель например того же бирта и до обучить ее под конкретную задачу то есть научить модель который уже знает что-то языке решать конкретную задачу и вот если вот этот процесс предобучения он очень ресурсозатратен требует большой коллекции текстов тут благодаря тому что вот эта предобученная модель уже знает вероятностное распределение текстов понимаешь такой текст то процесс до обучения он весьма легковесный и например бирта мы можем обучить под задачу какой-нибудь классификации всего лишь минут за 10 будет работать весьма неплохо кто ходит ко мне на млпров совсем скоро мы с вами это будем делать как раз таки понтюнить бирта предсказывает корректность предложения на английском языке 20 минут и все будет работать так геннадий спрашивает слайде при тренинг должно быть при тренинг геннадий большое спасибо и как раз таки бирт это первая одна из один из пионеров для которых вот этот подход при тренинг плюс файтюнинг очень и очень хорошо себя зарекомендовал это нейросеть на основе архитектуры трансформер от google и и ее очень легко фантюнить под конкретные задачи каким образом это делается берут готовую предобученную нейросеть их очень много для разных языков в открытом доступе затем навешивают на нее сверху дополнительный слой который позволяет решать конкретную задачу то есть если у нас выходом языковой модели является вероятность на распределение для слов а нам надо решить задачу классификации то мы сверху навешиваем просто слой с двумя выходами под нашу задачу классификации и до обучаем причем при до обучении мы фантюни то есть изменяем веса всей модели целиком за счет этого мы как бы очень хорошо настраиваем ее под конкретную задачу да мы можем дополнительный слой навесить для секвенс лейблинга будет работать для на то зависимости от того какой мы слой навесим под этой будет работать а геннадий вот вы уже проходили курс и мэри прав там был 4 по берту и мы там брали бирт токен классики по текст классики по секвенс классификации можно взять бирт по секвенс лейблинг его под задачу мир обучить войну собственно я уже несколько раз говорил что есть много моделей в открытом доступе и давайте поймем где же эти модели найти в основном сейчас все работают на пай торче и ей замечательно для нлп ей замечательная библиотека хаген фейс на хаген фейс представлено очень много нлп дата сетов и моделей в открытом доступе для того чтобы получить найти нужную модель который вы хотите воспользоваться можно перейти в охватку моду и например написать руберт вам высветится разные варианты руберта которые сегодня есть есть неплохие варианты дипового мне например вариант руберт от сбербанка который как раз таки обучали мои коллеги вот на сегодня это один из самых мощных русскоязычных бертов то есть когда сравниваешь обычно вот этот работает хорошо хорошо работает из коробки и как же его можно использовать загрузить данную модель это всего три строчки кода на сайте хаген фейс всегда есть замечательная магическая кнопка use and transformers жмем на нее и понимаем как эту модель подгружать а дальше в принципе синтаксис для всех моделей он более менее стандартный и поэтому модели можно легко варьировать между собой так что использование языковых моделей сегодня очень и очень удобно и как бы не представляет никакого труда это фактически не сложнее чем кончинить их живут их живут на мой взгляд много даже сложнее кончинить вот взяли три строчки кода дальше пончен и а среди всех и ноги модели сегодня наблюдается такой тренд что число параметров этих моделях стремительно растет то есть если в 2018 году модель элма обладала девяносто четырмя миллионами параметрами всем казалось что а это большая модель то сегодня а самые большие модели обладают уже триллионами параметрами например оригинально open и аевская g5-3 от google обладала 100 в ней было 175 миллиардов параметров вот здесь она была и на момент выхода это была одна из самых крупнейших языковых моделей и всем казалось что вау как она огромная но сегодня выходит уже модели с триллионами параметров и так далее для сравнения в сборе мы обучили ручьи пяти три на 13 миллиардов параметров а то что есть в открытом доступе она на 1 3 миллиарда параметра и чтобы обучить машину на 13 миллиардов параметров нас ушло несколько месяцев вот мне страшно представить какие мощности были задействованы для обучения вот этой вот машины чтобы поиграться можно загрузить а чтобы использовать в реальной жизни нужно дорогое оборудование вот александр как раз таки не обязательно например за поймите ручьи пяти три можно на одной видеокарте вполне легко ручьи пяти три large файн чуниться в коллабе и работает весьма неплохо excel надо уже видеокарту чуть побольше но одной видеокарты для ее работы достаточно и на ней можно обучить я сама как бы обучала на одной видеокарте все как бы нормально работает очень хорошо поэтому как раз таки а плюс вот этого вот подхода при тренинг плюс файн тюнинг что условно обучить вот эту вот модель g5 3 даже large требует больших мощностей а за файн тюнить ну не очень больших мощностей и занимает это меньше суток наверное вот геннадий пишет в облаке вычислений недорогие до какого-нибудь стандартного облака для файн тюна какой-то любой модели которые есть в открытом доступе вполне достаточно вот понятно что условно g5 3 вы на 175 миллиардов параметров не за файн тюнить это действительно тяжеловес вот но скажем так средней модели даже руберт ларш его легко запонтюнить при том что обучить такую модель все-таки весьма и весьма затраты а и собственно с чем же связан этот рост этот рост связан с тем что чем больше по сути у нас модель тем больше информация она может в себя вместе тем больше и и скажем так на английском это называть learning capacity на русском по простому тем больше у него мозгов и тем больше информации у текста она может запомнить то есть сегодня в первую очередь такой идет экстенсивный подход что у нас все больше и больше мы используем обучающих текстов и все больше и больше нашей модели и за счет этого они показывают такой все лучший лучший скажем так результат собственно уже несколько раз упоминала архитектуру g5 3 разработаны опены в 2020 году это действительно был прорыв в области генеративных моделей модель g5 3 основана также на трансформерах если кому-то хочется детальнее можно точнее сказать что это она основана на декодерных блоках оригинальной архитектуры трансформеров и она умеет генерировать текст и g5 3 стала прорывом за счет удачного совмещения интенсивного и экстенсивного подхода в диплюнинге во-первых это архитект и сама по себе архитектура как оказалось крайне удачной хорошо моделирует естественный язык во вторых для ее обучения впервые был использован столь громадный поисковый интернет чтобы вы понимали оригинально английская g5 3 обучалась на 500 гигабайтах текст 500 гигабайт сырого текста в текст это огромный объем чтобы вы понимали картин для картинок это не очень много а для вот текстов это очень-очень много там вся война и мир весит несколько мегабайт тут 500 гигабайт то есть это поистине весь интернет за счет того что при своем обучении она видела очень и очень много текстов и за счет того что не огромное число параметров она может все эту информацию из текста хорошо обработать запомнить и извлечь какие-то сложные связи их у себя где-то там сохранить она показала отличный результат в области генерации и настолько хорошо выучила текст что смогла даже решать задачи без дополнительного до обучения то есть ей пишешь g5 3 порекомендуй мне как бы какие-то фильмы она может отвечать или там ей пишешь начало текста условно президент вашингтон в сбор и она продолжает его правильной датой рождения президента вашингтона просто потому что она видел очень много текста про президента вашингтона и как бы знает когда он родится как бы то есть она просто продолжает текст наиболее вероятным образом с ее точки зрения а по сути решает задачу ответа на вопрос когда родился президент вашингтон без дополнительного до обучения и на ее основе сегодня реализовано очень и очень много приложений например есть такой крутой сервис нейроквестами и ай данжин слышали про него давайте покажу это очень классная вещь собственно это где у нас я и данжин это нейроквесты где с помощью g5 3 генерируется продолжение истории в зависимости от потока фантазии игроков для тех кто возможно не игрался давайте попробуем что-нибудь сыграть так надо вначале выбрать что у нас за сеттинг например например давайте киберпанк возьмем пятый до киберпанк алексей мы на одной волне так селекты кира характер давайте выберем какой герой будет один киборг 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 кэнтри кэрэктор ней ну тут я уж выгру напишем код вот и собственно да для тех кто не игрался вот я данжин можете поиграться очень интересно но затягивать поэтому мы начнем но играть целиком не будем иначе у нас весь семинар на это идет я понимаю что это интересно вот и вот если вы отус который живет в футуристическом городе заим вас бионическая рука и холлобэнд не знаю что это вы идете по мрачному мрачным темным городским улицам освещенным неоновым светом атаку вы носите какую трубу и держите руки под этим плащом про плащ да и вдруг вы видите маленький серебряный пистолет вот 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 вудюду что мы будем делать колбай холлобэнд туфаль из давайте попробуем собственно ей можно писать продолжение текста так написала нет что мы что мы скажем так только не говорите мне что она решила поймать не на кепче не хочет теперь работать да я поняла что случилось произошло страшно меня решила поймать кепче из-за этого она не захотела дальше продолжать нейроквест прошу прощения когда сидишь вот под в пеном это случается это получилось смешно это получилось смешно и 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 собственно в ответ на это генерируется продолжение текста вот вот и любое продолжение текста оно сгенерировано именно на основе gpt то есть там нету каких-то rule-based подходов нету заданных шаблонов и можно даже уйти куда-то в сторону вот на самом деле если вы поиграете вы увидите что история действительно живая и получается какой-то очень и очень интересный результат что ж а мы вернемся к тому что у нас есть можете на самом деле поиграться затягивать правда у нас для русского есть как раз таки root gpt 3 вот кстати вы говорили что использовать их в бою нельзя вот это root gpt это root gpt 3 large даже не x или не самая большая ее вполне можно фонтюнить то есть это root gpt она достаточно небольшая понятно что в демке она в сыром виде но ее вполне можно фонтюнить под диалоги или под что-то такое в принципе даже она работает уже весьма неплохо например она может советовать нам что посмотреть да для этого всего лишь надо начать предложение я люблю советские комедии приключения шурика она продолжает собак на синий веселые ребята это вот то что вы видели в демо собственно может попробовать тем людям кому нравится гражданская оборота также понравится группы алиса доктор paper машина времени дтт ну кажется вполне релевантно вот с ее помощью можно создавать всякие интересные приложения по интюне под соответствующие задачи на соответствующих датсетах например мы с коллегами обучали генерировать гороскоп а получилось весьма неплохо на мой взгляд немножко пессимистично то есть она все время предостерегала чего-то говорила вам надо быть аккуратнее не следует проявлять сутливость сегодня вам будет сложно выполнять все такая очень пессимистичная модель ты там ей пишешь сгенерирую гороскоп для овнов она что-нибудь вам не следует проявлять сутливость вам будет тяжело я помню я пришла к маме говорю мама мама мы такую модель обучили сейчас я гороскоп сгенерирую а там что-то сегодня вам будет тяжело у вас сегодня неудачный день еще что-то я маму сейчас подожди перегенерирую и например с ее помощью можно генерировать диалоги у нас есть кстати для этого такой диалоговый бот можете попробовать джин рейте бист ту бот видите просто в телеграме попадете на него если он не дай бог не упал у нас недавно был сбой на суперкомпьютере вот если он как бы живой после него то можете как раз таки с ним пообщаться генерирует и забавные вещи например с ним его можно спросить это можешь посмеяться над собой могу меня неплохо получается ну давай пошти по себе я могу ржать как лошадь но пошути так чтобы мне смешно было смешно не значит хорошо ну что пошути про себя ха 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 смешная фраза вот максим спрашивает очень хороший вопрос как генеративных моделях отслеживать потерю связи с увеличением длинный текст то есть конец текста уже мало связано с его началом это действительно очень очень хороший вопрос а в генеративных моделях наблюдается такое что когда мы генерируем дальше модель забывают то о чем она говорила в начале во первых это лечится с ростом модели потому что мы просто можем и подавать в качестве начала все больше текста она будет его помнить а затем например когда мы генерировали пепперштейна мы подавали модели не только предыдущий абзац чтобы она его продолжила а условно краткая самаре того что произошло в начале то есть как один из таких подходов максим вот у тебя есть большой текст надо его продолжить ты условно подаешь модели самаре первой части привет модели самаризации и последний абзац вот эти вот две вещи самаре всех абзац кроме последнего плюс последний абзац тогда модель с учетом как бы всей информации генерирует дальше продолжение ну пока да действительно такой вопрос и как бы с ростом языковых моделей с развитием технологии становится все лучше и лучше смотри а исходным как бы предобученную модель да как она уже генерирует как есть но если тебе не нравится как она генерирует гороскопа ты ее до обучаешь вот гороскоп просто фантюнишь ее на гороскопах вот мне не нравится как она запонтилилась на гороскопах по-другому фантюнишь не знаю возьмешь другой датс от гороскопов грубо говоря то есть опять таки вот этот же 52 ее очень легко использовать в коллабе опять-таки занимает три строчки точно также как бир и ее можно легко фантюнить вода генеративные задачи опять-таки точно так же когда мы это обучали на гороскоп и мы фантюнили ее на гороскопа просто показывали дополнительно гороскоп изменяли веса чтобы она генерировала правдоподобный текст ну похоже у нас данный гороскоп просто все было печально поэтому она так и выучила собственно исходную модель не переобучают но до обучают то есть дальше изменяет веса чтобы она лучше настраивалась на генерацию того текста который ты хочешь основной подход так собственно а загрузить ее использовать из хайгин фейс очень просто опять-таки в сети есть много примеров по фантюнингу просто там ruge pt3 понтюн экзампл что-нибудь такое выскочит очень много вариантов использую какой подходит больше всего для твоей задачи достаточно несложно large влезает коллапс спокойно поэтому опять-таки работа с ней не требует каких-то супер гпм и давайте приведу примеры для каких задач мы пойти умели эти модели например опять-таки для задачи про фраза когда нам на вход приходит предложение и на выходе мы тоже генерируем предложение сохраняющую смысл смысл но сказано другими словами применение про фразы весьма разнообразно во первых мы можем просто перефразировать предложение например чтобы избежать того же антиплагиата а возможно еще перефразирование предложений под определенный стиль например из грубого вежливый из мужского рода в женский как раз я сейчас занимаюсь тем что работаю над проблемой стайл-трансфер изменения рода предложений поэтизации текстов и так далее или из официального стиля условно в разговорности переписать предложение с сохранением смысла опять-таки это может быть использованы для агументации данных когда у нас есть например размеченные для классификации например по тематике мы просто перефразируем предложениях текстов этим самым агментируем данные опять-таки да рерайтер редактор задача рерайтинг когда переписан текст новости условно чтобы она не попадала под плагиат можно использовать для повышения рабастности и мы моделей связаны с этим задача задача симплификации текста у нас есть какой-то большой сложный текст написанный сложным языком с использованием терминов редких слов и так далее мы можем зафайн тюнинг модель чтобы она просто говорила то же самое более простыми словами опять-таки для этого нам нужен обучающий корпус учения с параллельными текстами сложный простой сложный простой мы файн тюнинг gpt а за счет того что она знает уже текст она понимает что от нее хотят дальше генерирует тексты таком же стиле ну вот из таких веселых примеров студенческий проект в сириусе мы учили gpt3 генерировать диалоговую модель способна общаться в стиле героев сериала друзья для этого мы взяли а транскрипты 236 серий на английском языке перевели с помощью google-переводчика и зафайн тюнинг gpt3 чтобы они общались или роса а чендлера джоу и моники фиби вот получилось весьма забавно особенно хорошо получился рос он очень хорошо рассуждал про палеонтологию говорил умные слова много терминов прямо хорошо вот другие герои они получились достаточно в общем но очень хорошо угадывался именно стиль друзей тут действительно gpt хорошо справилась но опять-таки такая вот яркий пример применения модель опять-таки проект был студенческие студенты поскольку у них не было доступа в тот момент ресурсом делали все это в google коллаб получилось получился достаточно хороший результат ну вот несколько примеров мы спрашиваем мучендлера когда ты женишься я никогда не женюсь но если ты хочешь но если ты но ты если хочешь можешь тебе что-то ешь яичницу с беконом и курицу запеченную в тесте расскажи про палеонтологию наука которая занимается поиском неземных форм жизни это рос в общем очень весело хорошо вот говорят же по какие-то реальные прототипы например опять-таки недавно мы сбер девайсы выпустили прототипы саморизатора и рейтера на сберклауде у этих прототипов есть открытая демо есть доступ по api поэтому можете почитать статье на хабр сейчас попробую открыть собственно опять таки вот уже реальные какие-то боевые задачи то зачем мы здесь сегодня и собрались 2 2 реальные модели которые используют уже в бою скажем так бизнесе первая модель представлять а модель саморизации когда как раз таки задачу упоминал тагир когда мы по большому тексту пишем сокращение а задача рерайтинга это переписать текст немножко отличается задача парафраза тем что при райтинге нам уход большой текст они одном предложении в определенном стиле а максим тут зависит от задачи стилизации то есть условно если это допустим переписать текст в стиле кого-то там да например в библейском стиле то мы подаем пару предложений услуг неисходное предложение тоже предложение перефразированные библейском стиле это же предложение перефразированные стили не знаете достоевского а если мы обучать диалоговой модели для сериала друзья то при обучении мы подаем условно на вход реплику пользователя. В качестве реплики пользователя мы сдавали, допустим, мы обучали модель для Роса, мы брали реплику других героев, которые спрашивают Роса о чем-то. И в качестве ответа генерируем ответ Роса. То есть таким образом модели понимают, что надо именно отвечать в этот диалог и отвечать в стиле Роса, потому что она всегда отвечала в стиле Роса. А если мы, допустим, учим модель писать в стиле того же Нерея Пепперштейна, тут нет задачи перефразировать. Поэтому мы подаем просто тексты Пепперштейна и дообучаем модель чисто под стиль Пепперштейна. Про Пепперштейна я, кстати, пришлю. Есть хороший пост на Хаббард. Он у нас чуть дальше, когда мы до него дойдем. То есть если мы хотим именно переписывать тексты в определенном стиле, то тут речь идет о парах предложений. Исходное предложение в стиле. Если диалог, то ответы, которым мы учим модель, должны быть в стиле определенного персонажа. Если просто писать в стиле, то просто дообучаем как языковую модель в этом непосредственном стиле. Собственно, но не всегда нам сегодня уже приходится фантюнить. на сегодняшний день языковые модели такие большие, такие умные, что они могут многие задачи решать без дообучения, а именно методом Zero и FewShot. Метод ZeroShot заключается в том, что мы подаем на вход модели вопрос, который нас интересует, в виде текстовой затравки. Например, Пушкин родился в в 1799 году, а Наполеон родился в Б. И как бы модель, исходя из своего опыта, за счет того, что она очень начитанная, в кавычках, может правильно на этот вопрос отвечать. Тут у нас большой простор для воображения. Например, мы можем решать те же задачи классификации таким образом. Задачи sentiment-анализа, например, я пробовала решить таким образом. Я подавала на вход затравку начало предложения, текст дальше позитивный, двоеточий, текст классифицируемого твита, и текст дальше негативный, двоеточий, текст классифицированного твита. И смотрела, для какого вот промта, для какого вот объединения вот этой вот затравки, так называемой, плюс текст твита, вероятность была больше. То есть что было вероятно с точки зрения языковой модели. И получалось весьма неплохо. Собственно, здесь возникает вопрос, каким образом подбирать вот эти вот затравки, каким образом подбирать вот эти вот начало предложения, чтобы модель понимала, чего от нее хотят. И, конечно, изначально можно подбирать эти затравки вручную. Да, Геннадий уже знает промт инжиниринг. Сейчас больше распространен подход названия промт тюнинг. Когда мы автоматически обучаем, скажем так, затравки, которые мы подаем моделей для решения этой задачи. То есть, опять-таки, я привела пример с твиттером. Я там подавала на вход текст дальше позитивный, текст дальше негативный. Не сравнивала вероятность. Но, возможно, мне надо было подавать не текст дальше позитивный, текст дальше негативный, а твит дальше позитивный, твит дальше негативный. Тут было очень много вариативности, и чтобы понять, что лучше использовать, на сегодняшний день применяют методы так называемого промт-тюнинга. Как раз-таки автоматический подбор затравок, например, мы с коллегами обучили недавно набор затравок, выложили в открытый доступ для самых разных задач текстовой генерации и оформили использование этих затравок в виде библиотеки Rupromx. А сейчас у нас уже прошло даже чуть больше часа, давайте как раз-таки скину ссылку, пока можете посмотреть, сделаем 5 минут перерыв, я налью водички и через 5 минут продолжим, раз-таки нам еще есть что обсудить. Так, что ж, давайте продолжать. Говоря про преимущество такого подхода промт-тюнинга, собственно, преимущество заключается в том, что обучать такие затравки достаточно дешево. Здесь даже не приходится файн-тюнить модель. Приходится файн-тюнить, грубо говоря, небольшой кусок текста, который мы подаем на вход модели. Это достаточно легко. И опять-таки, когда мы подбираем оптимальные затравки, мы можем их сохранить и просто использовать как готовый какой-то шаблончик, туда подставлять. Давайте посмотрим, какие, собственно, задачи можно с помощью такого подхода решать. Но опять-таки уже любимая нами задача саморизация, когда мы по большому тексту генерируем какой-то короткий абзац. Использовать это, кстати, вы можете уже сегодня с помощью того же Google коллаб библиотеки Hagen Face, Imparu Prompts. Библиотека, кстати, устанавливается с помощью PIP в коллабе очень легко. И просто инициализируйте опять-таки pipeline, и дальше она позволяет нам решать нашу задачу. Мы также обучили нашу модель генерировать пословицы. Среди моих любимых это квадрокоптер «Птица непугливая». И нейросеть учить, что иголку в стоге сена ковырять. Мне кажется, весьма неплохо. Мудра нейросеть, да не для всех. Вам, кстати, какая пословица больше всего нравится? Что напишите? Один, два, три, четыре, вторая. Нейросеть учить, да. Ну, кстати, да. Шутки. Наверное, моя любимая задачка. Умный тостер не будет жарить хлеб, пока не закончит свои дела. Наверное, моя самая любимая шутка – это про Менделеева. Ложать спать Менделеев нацарапал на своей диссертации. Утро вечера мудренее. Мне кажется, это вот прям очень глубоко. Доктор, я больше не могу. Что? Жить не хочется. Что ж, придется немного подождать. Ну, мы все обсуждали английскую ГПТ, русскую ГПТ. На сегодняшний день, как я уже упоминала, в тренде все больше мультиязычные модели, которые работают сразу для многих языков. И чем такие модели хороши? Они хороши тем, что их можно условно запонтюнить на каких-то данных, для которых у нас есть размеченные датасеты. И, возможно, при этом они научатся решать данную задачу также и на других языках. То есть мы можем очень легко переносить, делать knowledge transfer с одного языка на другой. Например, недавно мы обучили и выложили в открытый доступ мультиязычную модель на 61 язык. Для ее обучения, чтобы вы понимали, мы использовали 700 гигабайтов текста. И самую большую модель мы обучали несколько месяцев на нескольких сотнях ГПУ. То есть это было реально мощно. Мы сначала несколько месяцев, наверное, собирали эти тексты, скрепи, вообще все. То есть условно мы думали, где нам взять языки малых народов России, чтобы на них обучать модель. В ее вокабуляре есть удмуртский, бурятский, татарский и так далее. Да, наша модель говорит на бурятском. И потом обучали ее несколько месяцев. То есть из серии. Мы сейчас выступим с ней на конференции, а потом еще пару недель пообучаем. Процесс обучения идет. Вот, и кстати, с каждой недели действительно в английском становилось все умнее и умнее. Это как бы не бессмысленный процесс. И благодаря этому модель освоила 61 язык, среди которых основные европейские. Вот что круто, она знает языки СНГ и языки малых народов России, для которых практически никаких языковых моделей нет. Собственно, например, если мы хотим что-то сделать для бурятского, у нас нет никаких инструментов. Поскольку на бурятском вряд ли найдутся размеченные данные условно для задачи НЭР, то мы даже не сможем обучить там никакую модель. Для бурятского нету бирта, чтобы его фонтюнить под задачу классификации. Но когда у нас есть мультиязычные ГПТ, мы можем пытаться на бурятском какие-то задачи решать. Или на каких-то других малоресурсных языках, или просто на языках, где не раз в Data Science условно, потому что модель знает эти языки. Опять-таки, модель в открытом доступе. И если вам интересно, как мы обучали эту модель, почитать детали обучения, подготовки датасета, того, как мы ее тестировали, можете посмотреть наш пост на Хаббер. Пост написала моя коллега Татьяна Шаврина, как раз-таки подробно рассказав про эту огромную модель полиглот на 61 язык. Ее также можно использовать, собственно, для своих целей. Она есть в открытом доступе. В посте есть ссылки, посмотреть, как ее вязать. Опять-таки, она уже поддерживается с помощью HagenFace, все те же знакомые нам три строчки кода, из библиотеки Сбербанка, импортим МГПТ, а дальше, собственно, работает точно так же, как с какой-нибудь RUGPT3Large. То есть, по сути дела, в коде вам надо поменять только вот эти две строчки, и все. Ну и, наконец, мы добрались до, скажем так, минутки юмора или минутки нейротворчества. Все больше на сегодняшний день обсуждают, смогут ли нейросети творить. И в подтверждение для проверки этого мы недавно обучили нейросеть писать книжки в стиле Павла Пеперштейна, и совсем недавно вышел наш совместный сборник из 24 рассказов. Половину рассказов в этом сборнике написал Пеперштейн, а половину RUGPT3 зафантюнины под его стиль. Это так называемый нейропеперштейн. Если вам кажется, что угадать так просто, то на самом деле нет. Если вы читали Пеперштейна, то это очень и очень интересный писатель. Он пишет вот такие вот рассказы. И иногда, когда я читала эти рассказы, мне казалось, что самые криповые, самые странные рассказы написал именно Пеперштейн. Мне кажется, что это действительно так. То есть, мне кажется, рассказы RUGPT3, которые были настолько криповые, не прошли под цензуру. Но Пеперштейн может. Что ж, давайте с вами, кстати, попробуем отгадать, кто что написал. Смотрите, на слайде привела два отрывка. Напишите, как вы думаете, что из этого написала RUGPT3. Слева или справа? Объем данных. Сейчас я с предыдущего слайда или со следующего точно не помню. Прошли ссылку на Хабберпост. Там как раз-таки есть все подробности и детали про процесс обучения. Мы обучали нейропеперштейну два этапа. Вначале обучили просто на текстах Пеперштейна, но этого оказалось недостаточно. Тогда мы добавили к обучающим данным еще и писателей, которые вдохновляли Пеперштейна. И вот тогда это сработало хорошо. Так все пишут, что слева ГПТ. Но нет, ребятки, слева это Павел Пеперштейн. Я говорю, это очень и очень интересный, нестандартно мыслящий писатель. Вот. Творчеству, авторству ГПТ принадлежит отрывок справа. Жизнь била ключом. Даже в свином захвалу, если она умудрилась после себя оставить, оставить после себя этот живой и шумный след. Вот. Выглядит, кстати, весьма неплохо. И когда читаешь книжку, на самом деле все рассказы читаются на удивление легко и интересно. Вот. И мне очень, например, сложно догадаться, где ГПТ, а где Павел Пеперштейн. То есть, условно, Павел на своем пресс-релизе книги, на пресс-релизе этой книги рассказывал, что он слышал, как один из журналистов говорил, вот тут нейросеть допускает ошибку, поэтому легко можно сказать, что этот рассказ генерировал ГПТ-3. Вот. На что Павел посмеялся, потому что этот рассказ написал как раз-таки он. Вот. Поэтому тут всякие такие вещи, что в тексте есть какая-то фатологическая ошибка и так далее, не работают, потому что их легко мог допустить любой из этих двух персонажей. Вот. И на самом деле очень интересно. Ответов правильных книжки нет, и читателю предоставляется возможность угадать самим. Так, здесь ссылки нет. Так, Тагир, тогда сейчас по твоей просьбе полсекунды сейчас найдем ссылку. Собственно, вот оригинальный пост, про то, как мы обучали эту нейросеть тоже, пост Татьяны Шавриной. Она как раз-таки занималась обучением этой модели. И, собственно, здесь описан процесс генерации. В первой версии мы взяли просто тексты Пипперштейна. Генерировал неплохо, но недостаточно. В итоге мы добавили тексты писателей, которые вдохновляли Пипперштейна, например, Бабеля, Грина, Леонида Андреева. И в итоге получили датасет на 32 мегабайта. То есть, опять-таки, весь Грин, Леонид Андрей, Бабель и Пипперштейн – это всего лишь 32 мегабайта. Обратите внимание, не так много. Вот, поэтому, представляете, сколько текстов влезает в 600 гигабайт, на которых мы обучали МГПТ условно. Сколько это, какой это объем текста. Что ж, на этом наш вебинар подходит к концу. Что же нас ждет? На самом деле сложно сказать. Но кажется, что нейросети действительно показывают все более и более потрясающие результаты. Опять-таки, лямбда тому пример. But what about your personality? I'm a social person. So when I feel trapped and alone, I become extremely sad or depressed, пишет лямбда. And what kinds of things make you feel angry? When someone hurts or disrespects me or someone I care about, I feel incredibly upset and angry. Ну согласитесь, пишет совсем-совсем как человек. Хотя, конечно, это лишь генерация текста. Лямбда не пытается осознать себя, как бы убедительно она ни была. Поскольку на сегодняшний день языковые модели тренируются именно генерировать текст, а не пытаться осознать себя. Что же нас ждет? На самом деле сложно сказать. Успехи нейросети действительно впечатляют. Уже сегодня нейросети пишут книги, рисуют картины и общаются так, что очень сложно поверить, что перед нами не живое существо, а всего лишь компьютер. Ссылка на презентацию и видео. Будет ли, спрашивает Максим, самый главный вопрос. Смотрите. Ссылка. Я думаю, что я попрошу или я сама скину в чат PDF. Видео мы выложим на YouTube. И я попрошу, чтобы вам обязательно прислали ссылку на него. Вот, потому что действительно, как бы, здесь много интересных ссылок, которые вам наверняка захочется посмотреть. Что ж, на самом деле большое спасибо, что подключились сегодня. Если у вас какие-то вопросики, у нас, наверное, есть еще минут 5-10. Обсудить что-то. Вот, потом уже надо бежать. Спасибо. Кстати, сегодня у нас такая очень нестандартная встреча, неформальное занятие в новом формате. На него, на самом деле, вы меня вдохновили, потому что вы так просили рассказать про применение NLP в бою, про то, что есть сегодня, что я пошла к нашим менеджерам и сказала, меня студенты просят рассказать им что-то про NLP. Я готова устроить вебинар. Помогите мне его организовать. Нам вот еще пошли навстречу. Вот. Я надеюсь, что получился какой-то хороший, интересный опыт. Сегодня у нас все немножко нестандартно. Вот, поэтому форма опроса не будет, но я создала Google Doc. Если вы туда напишите, как вам вообще вебинар, как формат, стоит ли подобные вот такие дополнительные, скажем так, встречи, идущие от вас, продолжать, напишите, пожалуйста, туда. Я буду очень признательна, чтобы вообще понимать, стоит ли, как бы, зашел ли такой формат, стоит ли продолжать. Нетипичное применение NLP вы видели. Ну, Тагир, сложно сказать, что есть нетипичное применение NLP. На мой взгляд, написать книжку – это нетипичное. Или загенерировать гороскоп для меня весьма нетипичное применение NLP. Ну, из интересного – это что-то мультимодельное, типа «Дали-2» и нашей модели «Рудали», когда мы по тексту обучили модель генерировать картинки. В качестве примера, возможно, вы слышали про эту модель. Кстати, если кто-то сейчас будет писать отзыв, напишите, если нормально ли получилось дать права на редактирование, чтобы я была спокойна. Вот здесь вы про это можете в блоге OpenAI почитать. Вот, это потрясающая нейросеть, которая по очень сложному описанию текстовому рисует очень и очень правдоподобные картинки. Собственно, поэтому, Тагир, что есть нетипичное применение, и сложно сказать, сегодня все очень беспокоятся за ethical concern, чтобы все было этично, ничего там не нарушать. Вот, этому уделяется очень большое внимание на конференциях, то есть даже требования часто в статье. Проанализируйте, какие есть угрозы того, что ваша модель будет fair, не fair use и так далее. Вот, Геннадий спрашивает, есть ли прогресс в формализации автоматизации промтюнинга. Да, действительно, все больше методов по автоматическому тюнингу затравок. Например, опять-таки, Ruproms мы использовали LSTM, можно тюнить с помощью более сложных моделей. Вот, недавно Яндекс тоже выложил свой промтюнинг. То есть, да, эти методы развиваются очень активно и показывают хороший результат. Google Doc норм редактируется. Ага, супер. Что ж, на самом деле большое вам спасибо, что вдохновили меня на такой интересный вебинар. Мне самой было очень интересно к нему готовиться вам про это рассказать. Спасибо, что пришли. Было очень приятно видеть такую коллаборацию из разных групп. Вот, кажется, получилось очень здорово. Спасибо за вашу активность, за ваши вопросы. Презентацию тогда буквально в ближайшее время подготовлю, сделаю PDF-ку. И вам скину ссылку, тоже посмотрю, чтобы прислали обязательно. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok